Приветствую вас. Пожалуй, первое, о чем я хотел бы у вас спросить, это о том, сколько вам лет. Потому что это очень важно. Второе, это ваша семья, отношения с семьей. С отцом, с частностью. Третье, это ваше отношение с матерью. В четвертых, это отношения между вашими родителями, вашими родными и близкими. И, в-пятых, это то, в какой ценностной системе, в системе ценностных ориентиров, они вас, точнее, воспитали. То есть, какие у вас ценности вообще в жизни? Это первое. Второе. Вы пишите, зависимость от игры. И, то есть, игра получается одна, да, не от игр, как таковых, вообще, а от одной, от одной игры, получается, вы зависимы были. Ну, может быть, может быть, может быть, и есть, я не знаю, не знаю, на данный момент не очень понятно, это зависимо вы или нет. Но, но, тем не менее, я думаю, что вы понимаете адекватно и объективно, вы понимаете, что зависимость, она всегда, всегда. Имеет под собой определенные причины. То есть, если вы зависимы, то на это есть основания. То есть, то есть, у вас есть основания быть зависимым от игры. То есть, нужно подумать только, в чем именно, по факту. Так, то есть, вот, что породило ваше зависимость. Потому что, это очень важно. Какую потребность, какую потребность, какую потребность своей зависимости, вы не можете удовлетворить, не можете реализовать. Правильно. Потому что, в игре, в игре, объективно, вы пытались найти то, что не получали в реальной жизни. Ну, скорее всего, скорее всего, как это, опять же, видится мне. И с этим нужно разбираться. Что послужило причиной для зависимости. Для зависимости именно вашей. Вот и нужно именно об этом с вами разговаривать. Я хочу, чтобы вы, как Ленин, подумали, что такое вы получали, что такого вы получали в игре, что не получали в жизни. Далее. Вы говорите про интимные вещи. И вы знаете, при всем, как бы, уважении, да, при всем уважении к вам, я хочу сказать и могу сказать, что нет ничего страстного в том, что вы это делаете. Абсолютно. Вот страшного, страстного, нет ничего. Именно страстного. Вот, что служит причиной такого поведения с вашей стороны, это уже другой аспект, на мой взгляд. И другой момент. Но с разного в этом нет ничего. Если вас все устраивает, если вас все нравится, если вас устраивает так жить, то живите. А в чем, собственно, проблема? Если бы вас не устраивало, тогда да, тогда все было бы видна и стало печально. А там, если вас устраивает, то почему нет? Другое дело, что вы, как бы, себя не принимаете, судя по всему. Потому что, если бы вы себя принимали до конца бы, я полагаю, что подобных проблем у вас не было. То есть, я имею в виду, что, ну, вот так вы удовлетворяете свою потребность. И вопрос в том, что, ну, вот вы хотите ее так удовлетворять? Вы ее так удовлетворяете? Да. Можно удовлетворять по-другому. И вопрос заключается в том, почему вы этого не делаете? Почему вы не удовлетворяете своей потребности? Иначе. Это вопрос. Это вопрос, на мой взгляд, действительно важный. Но вы сами на него ответите. И сами со временем с ним разберетесь, я надеюсь. Важно только для себя еще раз понять, что то, что вы делаете, это хорошо. Это неплохо. Это не ненормально. Это не неестественно. Понимаете? То, что вы делаете, в этом нет ничего другого. В этом нет ничего, сколько-нибудь, там, не знаю, неприемлемого и так далее. Вот это постарайтесь понять. Самое главное. А дальше вопрос. Чего вы хотите? Вот главный вопрос. Чего вы, именно вы, чего хотите сами? Вот какой важный вопрос на самом-то деле. В зависимости от того, чего вы хотите, в зависимости от этого, уже можно будет говорить, что дальше вам делать и как вам там свою деятельность корректировать. А пока на данный момент у вас все плохо, а что плохого? Кроме того, что вы удовлетворяете свою беспоприятность сексуальную, что плохого? Сложно сказать, сложно определить, что плохого в данном, именно вы. Да, может быть, это не очень хорошо, но и неплохо. Вы говорите, что все плохо вам. А что именно все плохо? Что именно плохого? Подумайте, пожалуйста. И самое главное. Что вы хотите от психолога? Вот конкретно вы от психолога чего хотите? Что мы, по вашему мнению, должны сделать? Для вас, например. Ну, допустим, да, для вас. Что мы можем сделать? Какой вопрос у вас к нам? Формулируйте его. Потому что пока вообще непонятно. Чем мы вам можем помочь? На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго, удачи и успешного разрешения в вашей данной ситуации. Скорее всего, вам потребуется работа с психологом регулярная, потому что вы живете так уже продолжительное время, и, соответственно, так сразу, легко это состояние не исчезнет. Удачи вам!